Продолжим политику военного нейтралитета глава МИД Сербии об отношении к НАТО, давлении на Белград и статусе Косова. 12 мая 2019, 16 часов Софика Шеварнадзе подавляющие большинство сербов выступают против присоединения к НАТО. Об этом в интервью программе Софика на АТИ заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. Он также прокомментировал давление на Белград в связи с проектом «Турецкий поток» и выразил отношение к проходящим в стране антиправительственным протестам. Кроме того, министр оценил перспективы переговоров с властями Косова по поводу отмены пошлин в отношении сербских товаров. Сегодня наш собеседник – Ивица Дачич. Времена сейчас неспокойные. Активные протесты начались в вашей стране еще в декабре. Президент Вучич говорит, что не уступит никаким требованиям, но нужна ли здесь такая жесткость? Не вызовет ли она у протестующих еще большего негодования? Они хотят, чтобы Вучич ушел в отставку. Но президент же не сумасшедший, чтобы так поступить. Поэтому волноваться по поводу протестов не стоит. Не знаю, насколько вы знакомы с нашими реалиями, но в Сербии не та ситуация, когда у партии власти и у оппозиции поровну депутатов парламента или голосов избирателей. У партии Вучича, моей партии-коалиции, более 60% голосов, а у всех, кто протестует, около 10%. Разница огромная. Все эти протесты могут продолжаться сколь угодно долго, но никто не должен считать, что достаточно просто выйти на демонстрацию и потребовать, чтобы Вучич ушел в отставку. Власть приобретается и утрачивается только по итогам выборов, а не на улице. Также по теме. Балканы хотят уважительного к себе отношения, Вучича нежеланий вступать в НАТО. Поддержки в России и проблеме Косово-Сербия в ближайшем будущем может остаться в регионе единственным государством, которое не стремится в Североатлантический Альянс. Оп. Протестное движение сейчас на подъеме по всей Европе. Скажем, желтые жилеты во Франции протестуют уже почти полгода, и Эммануэль Макрон сейчас путешествует по регионам, общается с людьми, чтобы понять, чего хочет народ, каковы его требования. Не считаете ли вы, что и Вучич в Сербии мог бы действовать так же? Не глядя на Макрона, Вучич как президент уже организовал кампанию для обсуждения будущего Сербии. Каждая может увидеть, сколько было людей на крупнейшем митинге оппозиции, а сколько приходят на те митинги, которые организуем совместно Я и Вучич. На наших мероприятиях в 10-15 раз больше людей. Разница просто огромная. На самом деле никакой политической нестабильности в Сербии нет. Речь идет лишь о различных инцидентах с целью привлечь внимание и увеличить популярность протестов оппозиции. Повторю, право протестовать есть у всех, но к власти можно прийти только по итогам выборов. Тысячи людей, собравшихся у президентского дворца, это не основание для него уходить в отставку. Ваша точка зрения мне понятна. Но в случае с Сербией нет ли оснований подозревать иностранное вмешательство? Обычно, когда в любой стране люди выходят на улицы, в этом винят либо Россию, либо Америку, в зависимости от того, кто тебе меньше нравится. Если смотреть в более широком контексте, то Сербия – не единственная страна на Балканах, где на улицах проходят протесты. Они наблюдаются и в Косове, и в Албании, и в Черногории. Когда смотришь со стороны, задаешься вопросом, уж не арабская ли это весна в балканском варианте. Нам такое не в новинку. Я в политике 29 лет, на разное насмотрелся и на улицах видел всякое. Протесты в Белграде нельзя сравнивать с протестами в других местах. Когда проходят выборы и есть те или иные проблемы, политическая неопределенность существует, только если разница в народной поддержке между властью и оппозицией невелика. Здесь же она огромна, и очевидно, что никакой опасности для власти ситуация не представляет. Вот почему Бучич заявила о намерении говорить о будущем, о программе. Но программа этих оппозиционных партий неизвестна. Да и сама оппозиция разношерстна, в ее рядах есть и ультраправые, и ультралевые. Всех их объединяет ненависть к Бучичу, но вот поддержки недостаточно, чтобы вызвать политическую нестабильность. Поэтому в Сербии вы не увидите сценария со свержением государственной власти в результате массовых протестов. В нашей истории такое было только один раз. Плюс, 5 октября 2000 года, акции протеста, которые завершились низложением президента Слободана Милошевича. А.Т. Плюс есть вечный вопрос Косово. Совсем недавно косовский президент заявил, что, несмотря на разногласия, Сербия и Косово могут прийти к договоренностям. Вы разделяете его энтузиазм? Нет. Когда албанцы предлагают договоренности, они рассчитывают, что мы признаем Косово, и других вариантов не приемлют. 11 лет назад они провозгласили независимость, но окончательно оформить свой государственный статус так и не смогли. Не получили членства ни в ООН, ни в ОБСЕ, ни в Совете Европы. 5 стран Евросоюза Косово не признают. Так что без компромисса к окончательному решению не прийти. Если бы албанцы были готовы на компромисс, я бы разделил их энтузиазм. К сожалению, они не готовы, и поэтому обложили товары из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины пошлиной в 100%. Пока эти пошлины не отменят, никакого диалога не будет. Так что, повторюсь, разделить этот энтузиазм я не могу. Но вот что могу сказать наверняка, одностороннее провозглашение независимости Косово-Сербия не признает никогда. Мы такого акта не признаем. Мы готовы искать компромиссы и договоренности. Пусть каждый представит свои взгляды на то, каким может быть компромисс. Если же его не будет, то, боюсь, договоренностей придется ждать еще очень долго. Давайте поговорим о компромиссе внутри Косова. Местный парламент одобрил так называемую платформу для диалога с Сербией. И ее сразу же бойкотировала косовская оппозиция. Платформа эта потенциально полезная, но могут ли бескомпромиссные косовские политики ее разрушить? Не только оппозиция, но и власти Косова создали платформу против диалога, потому что она исключает всякий компромисс. В их платформе говорится о преступлениях сербов, о том, что Сербия должна платить репарации. Господин министр, вы уже отмечали, что для всех сербских товаров в Косове введены стопроцентовные пошлины. Местные жители из-за этого страдают, но власти говорят, мы не отменим их, пока Сербия не признает нашу независимость. Этого не будет, так? Итак, Сербия заявляет, пока не отменит пошлины, мы даже переговоры начинать не станем. Получается тупик. В ответе за это, Приштина. Действительно, пока пошлины не отменит, возобновление переговоров невозможно. Сто процентов, где в мире вы такое видели? Это доказывает, что Приштина не хочет налаживать с нами экономическое сотрудничество. Они говорят, что отменит пошлины, когда Сербия признает Косово. Такого не будет. Если не отменит, то о продолжении диалога нечего и говорить. И мы применим против них свои меры. Президент Вучич объявил, что, если пошлины не будут отменены в течение шести месяцев, до тех пор мы еще подождем, Сербия пойдет на контрмеры. В последнее время у всех ностах вариант обмена территориями, по которому Косово передаст Сербии северный район, где преобладает сербское население, а от нее получат южный район с преобладанием Молбанского, и все будут довольны. Но Евросоюз считает подобное развитие событий неблагоприятным, потому что оно может открыть для Балкан ящик Пандоры. Что вы скажете? Странам ЕС нужно было об этом думать, когда они признавали Косово. Знаете, что они говорят? Что не может быть изменения границ? Каких границ? Согласно международно признанным границам Сербии, Косово является ее частью. Разворачивают в сторону НАТО. В США призвали помочь Боснии и Герцеговине противостоять влиянию РФ. В исследовательской службе при Конгрессе США рассказали о негативном влиянии на Боснию и Герцеговину, БИК, со стороны России. Риска, что это может создать проблему для других, не существует. В конце концов, они, когда признавали Косово, заявляли, что это уникальный с правовой точки зрения случай. Сейчас же и утверждают, что возникнет прецедент для других стран. Это лицемерие и двойные стандарты. Те, кто признал Косово, не имеют права читать нам лекции о неизменности границ, потому что сами первыми нарушили этот принцип. Какие у Косово могут быть границы? Какие еще границы? Оно никогда не было государством, а всегда являлось частью Сербии, частью Угославии. Если я правильно понимаю эту популярную версию обмена территориями, о которой все говорят, Сербия всерьез даже не рассматривают. Послушайте, это не обмен территориями. Мы никогда о таком не говорили. Но теоретически мы готовы рассмотреть любое возможное компромиссное решение. Сербия считает Косово своей частью. Албанцы же уверены, что Косово целиком должно быть независимым государством. Где компромисс между этими двумя позициями? Есть и другое обстоятельство. Реальная жизнь. Реальная территория, на которой в Косове живут сербы. Над ней у Прештины нет почти никакой власти. Вот в чем дело. Если мы хотим компромиссы, то нужно искать реалистичное решение, которое не создаст проблем. Косовские дела непременно приводят к Албании. Сейчас в Косове проходят проалбанские протесты. Тирана озвучивала идею присоединения Косово на правах одного из своих районов даже ценой членства Албании в Евросоюзе. Думаете, такое возможно? Мы говорили об этом с самого начала. Главная цель тут – Великая Албания. Не знаю, помните ли вы, но, когда спикер македонского парламента Талат Джафери впервые появился на телевидении, на столе у него рядом с македонским флагом стоял албанский. А в Косове албанских флагов в 10 раз больше, чем косовских. Косоваров как нации не существует. Там живут албанцы и сербы. Вот почему для стабильности в регионе это представляет угрозу. Евросоюз не видит, что страны, признавшие Косово, дали Албании основания в принципе вести такие дискуссии. Сейчас поведение Албании встречает серьезные возражения, но мы не видим прямого осуждения или решительной реакции. Ни Албанию, ни какую-либо другую страну Брюссель не осуждает так, как Сербию и действия сербов. Вот вам и двойные стандарты. Что было бы, заяви Сербия о том, что Республика Сербская, расположенная в Боснии и Герцеговине, должна стать частью Сербии. Вы говорите, что сейчас люди с затуманенным сознанием могут изгнать сербов с севера Косова, как в 1995 это произошло в Хорватии. Кого вы имеете в виду? Кто эти люди с затуманенным сознанием? Я говорю о болбанцах. В Косовском руководстве есть люди, которым могут прийти в голову подобные мысли. Так что проблема серьезная. Призываем Запад заставить Косово прекратить провокации. Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сербии в среду, 17 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Сербии Ивицыда Чичим. В ходе встречи. Вы правы, Сербию уже окружают страны НАТО, а со временем к Альянсу присоединится еще больше балканских стран. Такова данность, ведь они к этому стремятся. Насколько тяжело будет Сербии просто оставаться в стороне и смотреть, как остальные объединяются. Так же, как и раньше. Мы давно окружены. Ситуация для нас привычная. Раньше была организация Варшавского договора, а мы в ней не состояли. Мы предпочитаем политику военного нейтралитета и будем продолжать этот курс. Если посмотреть на мнение нашего народа, то подавляющее большинство сербов против вступления в НАТО. И, когда Вучич говорит, что мы можем простить, он имеет в виду, что мы будем сотрудничать со странами, которые нас сбомбили, но забыть такое не можем. По крайней мере, наше поколение не забудет. Перейдем к экономике. Недавно ваш министр строительства назвала Китай лучшим другом Сербии. Сейчас на европейском континенте к Китаю относятся с опаской, пытаясь ограничить его инвестиции в Европу. Сербия уже подвергается давлению Евросоюза из-за своих отношений с Россией. Не считаете ли вы, что из-за тесных дружеских отношений Белграда с Пекином давить на вас могут еще сильнее? Так и будет. Для нас это привычно, и к давлению мы устойчивы. У Запада найдутся возражения по любому поводу. Мы ввели безвизовый режим с Китаем, Запад против. Ввели его с Индией и Индонезией, Запад против. С Россией, опять против. Подписываем соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, тоже недоволен. Причем не устраивают его только ситуации, когда отношения налаживает Сербия. Когда с Китаем дружат Хорватия, Венгрия, Германия, Запад не возражает. Это двойные стандарты. Так же, как и в случае с российским газом. Германии и североевропейским странам можно использовать газ, идущий по северному потоку, А вот сербам российский газ покупать не следует, он же негативно на них влияет. То есть на немцев и других не влияет. Двойные стандарты. Но мы с ними сталкиваемся постоянно. Вы предвосхитили мой финальный вопрос. Еще одна тема, по которой мнения Сербии и ЕС расходятся, это газопровод «Турецкий поток», который пройдет из России в ЕС через Турцию и Балканы. Евросоюз относится к нему очень настороженно. Но ваш министр энергетики говорит, что Сербия не уступит никакому давлению. То же самое мы слышали от Болгарии, когда речь шла о Южном потоке. Но что произошло впоследствии? А вы уверены, что этого не повторится в случае с Турецким потоком и Сербией? Компании, которые будут заниматься строительством инфраструктуры и газораспределением, теперь организованы иначе. Но я с вами полностью согласен, давление огромное. Против Южного потока действовали все. С другой стороны, каковы последствия? К проекту присоединилась Турция, и теперь он называется «Турецкий поток». Сербия закончила всю бумажную работу, и прокладка 400 километров газопровода в нашей стране уже началась. Надеюсь, на этот раз в Болгарии все будет в порядке и препятствий не возникнет. Конечно, это основная причина политического давления на Сербию, но газ нам больше не предлагает никто.